И сейчас мы будем отвечать на вопросы, которые вас волнуют. Каждый из вас может задать свой вопрос, написав нам на электронную почту. Ну и сейчас мы слушаем зрителей в студии. Растительные продукты очень популярны среди веганов и вегетарианцев, а также в период поста. Есть даже такое определение, как растительное мясо. Скажите, пожалуйста, какой у него состав и кому нельзя злоупотреблять этими продуктами? Они, конечно же, состоят из растительного белка. Этот белок берется из грибов, из фасоли, из гороха. То есть само по себе название говорит – из растительных продуктов. Растительный белок не усваивается так хорошо, как животный белок. То есть мы получить все аминокислоты из растительного белка не всегда можем. Здесь очень важна такая история, когда грамотно надо соединять белки между собой. Например, несколько белков сразу одновременно. Там растительный белок, да, мясо, например, вместе с грибами и вместе с фасолью. Вот тогда вы получите полноценный аминокислотный состав. Сам растительный белок – что это? Это сам белок, это растительное масло, это клетчатка. И поэтому, так как эти белки, их клетки содержат клетчатку, если у людей есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, то нужно быть осторожным с употреблением такого растительного мяса или других продуктов. Просто обращайте внимание, как вы реагируете на них после того, как вы их употребили. И было признано исследование, говорящее о том, что для сохранения ясности ума, для профилактики деменции и болезни Альцгеймера нашему человеку лучше, чтобы наш рацион состоял на 60% из животного белка и на 40% из растительного белка. Потому что сегодня тенденция в том, что мы, мясоеды, мы просто едим слишком большое количество животного белка, которое нас закисляет. Поэтому отсюда выходят темы ощелачивания, оздоровления нас. Поэтому могу сказать о том, что на всю жизнь я бы такую историю не рекомендовала, а на период поста вреда это вам не принесет. Спасибо. Спасибо. Светлана, давайте заслушаем следующий вопрос. Я с тревогой жду вечера, потому что очень плохо засыпаю, а потом весь день разбито. Почему не могу уснуть? У меня и работа довольно спокойная. Стрессов нет. И вечером чувствую усталость. Она же должна помогать уснуть. Но нет. Могу крутиться часы и больше. Возможно, нужно как-то правильно готовиться ко сну. Действительно, современный человек, который находится в постоянном информационном шумном поле, должен готовиться ко сну, если у него есть с этим проблемы. Давайте поговорим о некоторых правилах, и вполне возможно, они вам помогут. Итак, первое, о чем мы с вами говорим, это гаджеты в свое время. Что это значит? За час до того, как вы начинаете укладываться, вы просто эти гаджеты убираете. Есть исследования, которые говорят, что голубой свет свечения экрана не способствует засыпанию и не способствует выработке мелатонина. Поэтому убираем гаджеты за час до сна и, ну, почитайте какую-то книгу. Может, она поможет вам заснуть. Есть еще одна рекомендация, и это рекомендация не переедать. Мне очень сложно сказать, что это действительно прям так влияет на сон, но некоторые люди отмечают, что при каком-то переедании, при полном желудке они не могут заснуть. Отказ от вредных привычек. И здесь мы говорим с вами прежде всего о курении. Никотин является стимулирующим веществом, и поэтому оно может способствовать более длительному засыпанию. Если мы говорим о спальном месте, вполне возможно, оно у вас некомфортное. Прежде всего, начните с того, что вы посмотрите, какая температура воздуха и влажность в комнате, где вы засыпаете. И ни для кого не секрет, что засыпать легче и проще в прохладном увлажненном помещении. Посмотрите, организуйте свое место. Вполне возможно, какие-то неудобные подушки или неудобная кровать. А также гигиена. Душ помогает заснуть. Причем это не горячий душ, как казалось бы, а это душ комнатной температуры. То есть охлаждение будет способствовать засыпанию. Вот такие простые рекомендации, вполне возможно, помогут вам легче засыпать и просыпаться полной сил и нормальной бодрости в течение дня. И самое еще важное, о чем мы здесь не написали, но я хочу сказать, это соблюдение режима. Лучше ложиться в одно и то же время вечером и просыпаться в одно и то же время утром. Это поможет вам наладить нормальное засыпание. Спасибо большое, Валерий. Сегодня стало очень модно проводить чистки и голодание. Знаю, есть даже такое выражение – сухое голодание. Оно может длиться от одних суток до семи суток. Но, вы знаете, у меня как-то появилось такое подозрение, что действительно ли это есть хорошо? И как к этому относиться вообще, к этому течению? И не навредит ли это организму? Ну, голодание как таковое, оно может, кстати, иметь лечебный эффект при некоторых диагнозах. Например, голоданием очень хорошо действительно лечатся такие диагнозы, как псориаз. Голодание очень действительно помогает при различных серьезных аллергиях. Это правда. Но если вы делаете это с целью снижения веса, то я категорически против. Люди, которые начинают голодать, они получают от организма три ответных удара. Первый называется эффект йо-йо. Что такое эффект йо-йо? Это возврат веса с прибавкой. Почему это происходит? Этот механизм включает наша щитовидная железа, которая понимает, что вы ее мучаете голодом, в организм не поступают питательные вещества. Она ждет. Но как только вы начинаете есть, все углеводы и жиры будут отложены про запас. Второй эффект, который нам готовит организм, это общая тревога. Что это такое? Вы пугаете свой организм. В ответ на это у вас выделяется гормон стресса под названием кортизол. Дорогие мои, ждите только одного. Как только поступят углеводы и жир, все будет отложено про запас. Далее, что очень важно, это то, что, к сожалению, вы потеряете не жир, а в большинстве случаев вы потеряете именно мышечную массу. А мышечная масса – это основной метаболический орган, который даже в покое сжигает самое большое количество жиров. То есть дальше вы поправитесь больше, вернувшись даже к тому же рациону, по причине того, что мышц, которые сжигают калории, стало меньше. И поэтому накопление жиров произойдет большее. Если говорить о сухом голодании, это приведет к обезвоживанию организма. Обезвоживание чревато и головокружением, и слабостью, и, простите, потерей сознания вплоть до летального исхода. Это приводит к тому, что происходит дефицит электролитов. Самых важных – калий, натрий, магний. Зачем эти издевательства? Я вообще понять не могу. У тебя есть на это какие-то мысли? Потому что у меня один вопрос. Для чего? Ваша печень отлично работает, и все чистит как надо. Абсолютно верно. Поэтому я отношусь категорически отрицательно к всякого рода сильным стрессам для организма. А вот как раз-таки клетчатка – это то, что чистит нас правильным, естественным путем. Обратите на нее внимание. То есть побольше овощей, побольше фруктов, семена чиа, пожалуйста, зерновые каши, которые содержат клетчатку. И все у вас будет в порядке. Спасибо большое, Светлана. Напоминаю, на вопросы сегодня отвечала врач-диетолог Светлана Кашицкая. И опытный врач-педиатр Валерий Андриенко.